В Самаре идет подготовка к весеннему сезону. Силами муниципального предприятия инженерной системы проводятся работы на системе ливневой канализации для лучшего пропуска талых вод. Для проливки дождеприемников задействованы две бригады. Во второй половине марта рабочие должны закончить пролив 1356 решеток. Первыми прочищают низины, в них вода скапливается быстрее всего. В рамках подготовки к пропуску талых вод начались работы по проливу дождеприемников горячей водой для удаления зимних накоплений снега и льда. До 18 марта особо опасные места будут пролиты и подготовлены к приему талых вод. Дождеприемники забиваются грязью, а зимой еще и снегом со льдом. Во время работ повышенное внимание уделяется также состоянию ливневой канализации и на дорогах, по которым следует общественный транспорт на участках возле остановок, пешеходных переходов, а также близ станции метрополитена. Температура воды, которой прочищают канализацию, до 80 градусов. В бойлер машины помещаются 9 кубов. Этого хватает на 20 решеток. Во время работ бригады все делают тщательно, чтобы коммуникации были в рабочем состоянии. Работа всех служб синхронизирована. Чтобы ускорить работу инженерных систем, подрядчики, отвечающие за состояние улично-дорожной сети, расчищают дождеприемные решетки от снега. Потенциальными местами подтопления во время схода талых вод могут стать водовыпуски, русла ручьев и оврагов, где часто скапливаются сухие ветви деревьев, мусор. Поэтому с начала февраля специалистами муниципального предприятия инженерные системы расчищают от мусора овраги и пять водовыпусков. Нагорная Канава, Металлургический, Новокуйбышевский, 22-го порт съезда, Чекистов. Чтобы минимизировать последствия подтопления территорий, которые пока не оснащены ливневой канализацией, производится откачка талых вод с помощью и лососов. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События.